Ну, во-первых, я думаю, что каждый человек должен ставить вопрос о своей ответственности. Я от своей ответственности не избегаю, но хочу напомнить вам, при большом уважении к вам лично, как к своему предшественнику, действительно здесь, что если бы ваша фракция нажала на кнопку, то бы мы сейчас не ставили, не ставили той, были той ситуации, в которой мы оказались. Ваша фракция называется оппозиционная фракция. Я первый раз вижу в какой-нибудь стране, что оппозиционная фракция не отправляет при возможности правительства в СССР. Такого не бывает. Михаил Николаевич, если бы мы нажали кнопку, то оставалась бы действующая оппозиция, и фактически был бы выпущен пар общественного мнения в отношении того, что Арсений Петрович плохой, давайте из коалиции назначим нового премьер-министра хорошего, и все те люди, которые ответственны за власть, за действия власти, за обнищание населения, за то, что мы не решаем проблему войны и так далее, остались бы в стороне от этого вопроса, а вроде бы в общественном сознании выпустился бы пар, что вот убрали Яценюка, а теперь все остальные хорошие. Вы с этим согласны? Насколько я понимаю из ваших выступлений, вы достаточно четко ставили вопрос, что ни один Яценюк в этом виноват. Нет, я считаю, что тоже и коррупция, и нищета наша, и безднеэффектность власти имеют конкретные имена и фамилии лица, не в целом, вокруг, а около. Та лицо неэффектности власти, и имя неэффектности власти, в первую очередь, в том числе и Арсений Яценюк. Та лицо неэффектности власти, очень много людей в разных ветрах власти, они могут быть в президентской администрации, они могут быть в любом министерстве, к сожалению, у нас нет министерства какого-нибудь, которое бы конкретно помогало людям, конкретно решало вопросы больше людей. И поэтому, конечно, когда люди от вас и от нас всех требовали, чтобы это правительство отставили, потом бы посмотрели, что произошло. Но уже первое же поползновение, ну вы же видели опрос, мы же все, зачем нам опросы, мы же ездим по улице, мы ходим, мы общаемся, мы же никаких на колбах сидим в себе. Практически все хотели отставить правительство, и главный заказ людей не был выполнен. И это можно мотивировать чем, что угодно. Но сколько бы мы не мотивировали, реально политический класс предал интересы народа. И реально мы знаем, что партии называются по-разному, но это все политические проекты конкретных олигархов. Почти нет в Украине сейчас политические партии, которые бы представляли народ снизу, они все представляют какие-то конкретные интересы. Поэтому такой ситуации. Естественно, я тоже беру на себя ответственность. Естественно, я говорю напрямую, все, что я думаю. Ну у меня давно не было возможности премьер-министру, но президенту точно я говорю. И точно говорю очень многим министрам. Мы пытаемся каждый на своем месте что-то менять. Вот мы пытались менять эту таможню, они нас сегодня заблокировали. Мы сделали центр обслуживания граждан, это был прорыв для нас. Мы там сделали центр Совета экономического развития, который идет наперекор всему тому, что есть наша экономическая политика, и боремся за каждого налогоплазильщика. Боремся, чтобы кровь у него не пили налоговики. И чтобы там боремся за каждую ситуацию там с полицией, с прокуратурой и так далее. Вы это все могли видеть? Чего мы достигли? Наверное, не очень многого. Но то, что хотя бы маленькие поддержки были, это я считаю, что если бы все в этом ракурсе двигались, может быть, страна была бы в другой ситуации. Но сейчас мы там-то, где мы и находимся. Поэтому я беру в ближайшие дни отпуск, я еду в регионы, и мне очень хочется помочь Одессе. Но я не могу быть как рыба об лёд. Поэтому я иду к людям, и мы будем вместе разворачивать эту кампанию. Очень много критики в адресу, Евгений, секундочку. Просто мне показалось, что, возможно, нам нужно дать слово Игорю Жданову, это единственный представитель Кабмина. Очень много критики прозвучало из уст господина Саакашвили. Игорь, вы хотите как-то прокомментировать или, возможно, подискутировать? Я готов прокомментировать все, что я почув, действительно, я согласен с оппозиционным блоком. Державный службовец, найвищего ранга, занимается просто политиканством, рассказывает нам про какие-то политические проекты. Он просто на работе в Одессе не бывает, а ездит там по регионам, и других, и занимается политической работой. То есть вы решили ответить взаимными объявлениями, правильно, Игорь? Игорь, вы решили ответить за коррупцию, которая есть в вашем регионе. И когда вы встречались с фирмами, одесскими, туристическими фирмами, то это в вашем регионе возникает такое расширение между наиболее и наиболее. То есть спросите сначала себя, почему это происходит, а не спросите у кого-то. Поэтому, пане Саакашвили, вы популыст 99 уровня, я вам просто аплодирую. Но знаете, вы тут звинувачивали нас после Померанчевой революции, что нам не удалось сделать, и пришел к Владу Янукович. А вы спрашивайте, а почему до Влада пришел ваш наступник? И где вы сейчас находитесь? В какой стране? И что вы делаете? Пожалуйста, Михаил, это был министр Жданов, министр молодежи и спорта Украины. Я думаю, что фамилию этого министра люди только узнали, когда он не подал в отставку. Никто не знает, что это про то. Но он действительно выражает это без любви. Я думаю, что фамилию этого министра знали на Майдане. В отличие от вас, появились вы с несколькими спичами и ушли оттуда. Так что не надо рассказывать, кто кого узнал. Я бы говорю, дайте мне закончить. Дайте мне закончить. Пожалуйста. Дайте мне закончить. Что касается популизма. Вы представляете правительство, которое превратило Украину за два года в самую бедную страну Европы официально. Я представлял правительство, при котором бюджет, то есть ВВП моей страны выросло три раза за годы моего управления. Вы представляете правительство, которое загнало Украину на 163 место по свободе бизнеса. Я представляю правительство, возглавлял, которое вывело Грузию с 137 место на 8. Вы представляете правительство, которое не построило в моей области, например, даже 10 километров дорог. Я построил в маленькой Грузии несколько тысяч километров и отремонтировал. Вы представляете правительство, при котором здравоохранение практически разрушено и самое дорогое лекарство. Я в Грузии построил 150 новых больниц. Вы представляете правительство, при котором коррупции 80% бизнесов говорят, что они имеют дело с коррупцией. Я сделал правительство и страну, где меньше 1% людей по вопросам имели дело с коррупцией. Поэтому, действительно, в условиях демократии люди сменяют правительство. Но то, что мы сделали, дай бог моей Украине, сделать десятой частью этого хотя бы за следующего года, я себя буду считать самым счастливым человеком в мире. То, о чем я говорю, очень хорошо задекоментировано. И потом про Одессу. Почему все спорят про Одессу? Почему никто не говорит про Днепропетровск? Потому что это единственное место, где мы разрушили коррупционный вертикаль. Где реально руководство прокуратуры, полиции, областной администрации не берут взяток. Где реально на таможне, при всем том, что мы, увы, ваше правительство забрало у нас энергетическую таможню. Мы сами отказались от площадок. Всего, застармаживая только Грузии Евросоюза, мы перевыполняем план. То есть показываем, что можно делать при 20% объемах. Мы перевыполняем тот план, который завышенный. 27% в объемах. Что можно сделать, если не красть в масштабах Северной Украины? У нас Центр обслуживания граждан, самый быстрый сервис. Это ваше правительство, увидев, что мы действительно сделали самые быстрые сервисы, начинает их забирать. Они забрали выдачу паспортов. Они сейчас не передают там, что они обещали. Это ваше правительство. Сейчас блокирует вместе, к сожалению, с президентской фракцией, быструю таможню электронную. Потому что вы прекрасно знаете, как только будет электронная таможня, ваши потоки, которые каждый из вас получает через конверты в кабинетах. И мы все это знаем. Не держите нас до дураков. Я действительно, вы, госслужащий, я отвечаю за свои слова. Я прекрасно знаю, какая коррупция идет в каждом кабинете. Не может страна, которая намного богаче потенциал, чем Грузия. Например, мне Грузия, Грузия, значит, мы сократили налоги на 60%, бюджет страны вырос в 11 раз. Почему Украина сокращается все время? Почему доходы сокращаются все время? Потому что это перетекает куда-то. И это перетекает к вам. Поэтому я сделаю то, что сделаю. Не вам не указывать. Я в стране Украины, потому что я участник, кстати, двух Майданов. Я знаю, что в Украине решается и судьба Украины, и судьба моей родной Грузии, и судьба Молдовы, и судьба всех остальных. Поэтому я не буду, напрасно вы хотите, что вы уезжаете там и оставили нас в покое. Нет, эту страну я вам не оставлю. Мы вам напомним, мы вам напомним. В результате двух Майданов вы предали идею. Вы ничего не выучили и ничего не поняли. Так же, как в свое время сказали про Бурбонов, они ничего не забыли. Вы ничего не забыли. И вы ничего не выучили за два Майдана. Вы не выучили, что нельзя игнорировать сварок. Вам все время кажется, что он дурной, что он не поймет, что он опять все стерпит. Ничего подобного. Два раза вам объяснили, третий раз вам объяснят. Третий раз вам объяснят уже бесповоротно. И тогда все сменится. Я совершенно в этом... Если вы мне дадите слово, я могу ответить. Да, пожалуйста. Во-первых, тот законопроект, который мы предлагали вам, этот законопроект основан на том, что мы на международной системе Асикуда, это система ООН по оценке рисков. И он применяется во многих странах мира. И не надо выдумывать велосипед. Он есть. Я не думаю, что он противоречит каким-то международным нормам. Крузи, я и моя команда, которая, кстати, здесь со мной тоже работает, сделали, согласно данным, АФС, Всемирного банка, самую быструю и самую эффектную таможню в мире. Я не теоретик какой-то. Я сделал в одной стране, соседней, близкой к Украине, самую эффектную и быструю таможню в мире. Если вы сомневаетесь, подсчитайте из рапорта международных организаций, можете пойти и сами проверить. Это во-первых. Так что, если вы мне дадите возможность сделать то же самое здесь, а не выдумывать разные вещи, разные отговорки, я буду очень благодарен. Потому что это делаю я для вашего общего дела, нашего общего. Это во-первых. По-вторых, то, что в Одессе таможне сейчас есть состав, мы это все знаем. Но происходит огромный отток, огромный отток, огромный отток коррупционных таможенников на другие таможни. Они просятся на другие таможни, они пишут заявление. И мы реально, что если посмотреть цифры, тут министр приводил какие-то цифры, мы дороги строим, не строим. В отличие от Львовской области, в Одессе забрали, как только Яценюк, после того, как отказался давать деньги на дорогу в Одессе-Рине, сказал, что вот вы перевыполняете план и оставите 50%, через два дня он забрал от нас энергетическую таможню. Конечно, этот министр не будет вам про это говорить, не будет зубы заговаривать. А я говорю, как факт есть. Через два дня после его решения он забрал энергетическую таможню, это 30% таможенных доходов. Потом, когда у нас есть площадки и какие-то вещи связаны с площадкой, кстати, конкретный случай может быть связан с площадками, например, серые грузы, где практически без взяток при теперешней системе, раз она может, нельзя, и многие согревают на этом руки, мы сказали, в Одессе мы не будем делать площадки, идите на другие таможни, платите свои взятки так. Да, мы знаем, что они будут платить взятки, а что делать? Мы не хотим, чтобы у нас были эти взятки. И реально у нас осталось практически чуть больше 20% грузов. И при 20% грузов у нас было большое переуполнение в последнем квартале. И у нас сейчас уже тоже появились деньги на работу. Но я слышал, что Министерство финансов, увидев это, навослили зубы, увидев уши, и хотят сейчас менять план для следующего месяца. Михаил, извините, пожалуйста, я вас вынужден перебить, Михаил Николаевич. А все остальное это разговор. Вы простите меня, ради Бога, у нас буквально минута остается все-таки. Евгений, Сергей Власович, Михаил Николаевич, фракция Батьковщина, мы подпишем без каких-то условий, и в понедельник подадим ваш законопроект. Вы успели подписаться? Спасибо. Михаил, я хотел бы, извините, Евгений. Да, пожалуйста. Михаил, у нас очень мало времени осталось на связи с вами. Нет, я хотел бы просто вернуться в конце к тому, с чего мы начинали. Если можно кратко. Нужны в стране перевыборы или нет в парламент? И Кабмин на этой неделе выдохнул спокойно. А вот как вы считаете, как долго и насколько спокойно им можно спать? Сколько вы даете этому правительству еще? Два вопроса. Судьба правительства, судьба Верховной Рады. Я думаю, что для народа Украины судьба этого правительства предрешена. А что касается Рады, все будет зависеть от того, как будет Рада в последней неделе вести себя по отношению к этому правительству. Я думаю, что самое большое достоинство Украины, что народ в решающий момент всегда говорит свое веское слово. Никто никогда не смог его заткнуть. Не получилось у попередников, не получится и у тех, которые сейчас себя чувствуют в безопасности, потому что они договорились. Они договорились друг с другом, но народ с ними не договаривался. И народ им объяснит, что к чему и всех поставить на своем месте. А если Рада решит законсервировать этот состав Казмина? Нет, скажите все равно, пожалуйста. Если Рада решит законсервировать этот состав Кабинета Министерства. Тогда вы думаете, что народ возьмет... Я еще раз говорю, тогда, как обычно, украинский народ, который я считаю самым продвинутым в смысле демократического военноизвления и самоорганизации в мире народом, скажет, как обычно, свое слово. Я же говорю, что они ничего не научились, но народ прекрасный учитель. Они еще раз, еще раз и окончательно их научат всему. И все поставят всех на свои места. Я еще раз говорю, никто никому не дал право за то, что они стояли на Майдане. Никто никому не дал право, после этого применил... Еще больше не дал право. Если ты стоял на Майдане, и ты сейчас правительство Яценюка, значит ты предал Майдан, ты предал революцию, ты предал народ. Точка. И поэтому надо все менять. Ставим точку в нашем разговоре. Спасибо, Михаил Николаевич. Продолжение следует...